Игромания представляет Шанс узнать, что нечто важное В жизни уже было упущено Десять главных стимпанковых игр В 1990 году Отцы основателей киберпанка Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг Написали роман «Машина различий» Ставший катализатором популярности Еще одного нового направления фантастики Стимпанка На страницах книги Информационный век наступил на целое столетие Раньше, чем в реальности Благодаря тому, что знаменитый математик Чарльз Бэббидж Создал своеобразный аналог компьютера Работающий на пару Конечно, и до авторов «Машины различий» Фантасты то и дело пытались представить мир В котором прогресс пошел иным путем Но именно с легкой руки Гибсона и Стерлинга Началось бурное развитие стимпанка Главными его атрибутами Стали технологии зачастую весьма продвинутые Но работающие на принципах Которые были известны в конце 19 века А также ретро-стилистика Заимствованные у соответствующей эпохи Сегодня стимпанк уже не просто направление фантастики Это полноценная субкультура С собственной литературой, конвентами и музыкой Естественно, не обошлось и без игр Лучшие из которых мы решили вспомнить При всей нашей любви к инди-проектам Места в десятке им находится нечасто Но в этот раз рубрику открывает Именно проект от независимой студии Машинариум, переносивший нас в мир Очаровательных живых роботов Образ города Машинариум Это огромные серо-коричневые строения Побитые временем ржавчиной Приглушенный свет электрических фонарей Громоздкие механизмы Напоминающие музейные экспонаты И этот чудесный Отрисованный вручную город Задумало уничтожить троица местных жителей Именующих себя братством черной шляпы А задача главного героя Робота Йозефа Конечно же состояла в том Чтобы помешать злодеям А для этого Разгадать изрядное количество Хитроумных загадок По сути своей Машинариум Самая что ни на есть Характерная приключенческая игра Пусть Йозеф и все его земляки Не владеют речью И выражают эмоции Посредством картинок К этим очаровательным роботам Невозможно не проникнуться Самой искренней симпатии По духу это напоминает Классические советские мультфильмы Которые заставляют улыбнуться всех Кто еще не забыл Что значит быть ребенком То ощущение чуда Которое превращает ее Из простой игры В настоящее произведение искусства Можно только восхищаться Маленькой чешской командой Аммонита Дизайн Не побоявшейся потратить Три года и собственные сбережения Чтобы подарить нам Такое искреннее и доброе приключение В 2005 году Японская компания Сэмми Корпорейшн Решила уйти с западного рынка И сосредоточиться на играх Для страны восходящего солнца Как следствие Калифорнийскому подразделению Основанному несколькими годами ранее Пришлось пуститься в вольное плавание Уже к осени того же года Студия, взявшая название High Moon Выпустила дебютный проект Боевик от первого лица Darkwatch Curse of the West Игра сходу привлекала внимание И выделялась на фоне конкурентов Необычным сочетанием Бестерна, стимпанка и хоррора От первого Она унаследовала место действия И героя Типичного для Дикого Запада Побитого жизнью стрелка Не брезгующего Приступать закон ради выгоды От стимпанка Достались технологии И оружие Которые ковбоям и не снились Вроде ракетниц Или револьвера Стреляющего со скоростью пулемета Наконец, у хоррора Darkwatch позаимствовала Мрачную стилистику Монстров И сюжет о тайной организации Охотников на нечисть Наш герой Джерри Ко Кросс Осваивает вампиризм И по ходу дела Обретает всевозможные Магические способности Скажем, умение Подчинять себе нежить Или разить врагов молниями Перед нами с необычайной Регулярностью Встает моральный выбор И именно от него зависит Какими сверхъестественными Талантами обзаведется Кросс Приятно удивляли враги Они отличались завидным интеллектом И прекрасно взаимодействовали Друг с другом Но в полной мере Реализовать потенциал Darkwatch Разработчикам не удалось Так одиночная кампания Оказалась слишком короткой Сценарию недоставало оригинальности А потребность использовать Сверхспособности Возникала не так уж часто Но даже несмотря на это Darkwatch по праву Стал одним из наиболее Самобытных консольных боевиков Эпохи PS2 и Xbox Изначально разработчики Планировали превратить проект В масштабную мультимедийную франшизу Действие следующих игр Должно было разворачиваться В иные эпохи Например, во времена Древнего Рима И крестовых походов Однако ни один издатель Сиквелом не заинтересовался И студия взялась за игры По лицензиям Вроде трансформеров К началу 90-х Когда сериал Ultima достиг рассвета Он начал пополняться Не только продолжениями Но и побочными играми Первым делом Компания Origin Systems Запустила проект Под названием Worlds of Ultima Разработчики решили Ненадолго расстаться С классическим фэнтези И отправить аватара Совершать подвиги В непривычных для него декорациях Сначала непотопляемого героя Забросили в беспощадный мир Первобытных людей До исторических животных А затем подоспел Сиквел Martian Dreams Навеянный творчеством Джулия Верна И Герберта Уэллса События начинались с того Что люди 19 века Попытались воплотить в жизнь Идею о полете в космос Пушечном снаряде И во время всемирной выставки 1893 года В Чикаго Произошел Незапланированный запуск Как раз в этот момент На борту находилось Несколько мировых лидеров И знаменитостей Которые невольно Отправились прямиком На Марс Группа ведущих умов Того времени Во главе с Теслой Подготовила новый снаряд И команду для экспедиции На Красную планету Само собой В спасательной операции Предстояло поучаствовать И Аватару Сам Марс Оказывался примерно таким Каким его представляли люди Конца 19 века Там действительно Существовала жизнь Хотя к моменту действия игры Она уже пришла в упадок Даже легендарные Марсианские каналы Некогда созданные Местными жителями Давно пересохли Зато уцелели Древние машины Снов Позволявшие Марсианам Переноситься в реальность Собственных грез Что произошло И с некоторыми Из земных знаменитостей Таким образом Аватара ждало путешествия Не только по полной опасности Красной планете Но и погружение В сознание Исторических персон Вроде Ленина И это не говоря уже о том Что попутно Требовалось создать Новую космическую пушку Для возвращения на Землю И выяснить Кто же стоял За злосчастным Первым выстрелом Маршан Дримс Использовала движок Шестой части Ультима И в плане геймплея Не особо отличалась От основных игр серии А необычная викторианская стилистика И присутствие в игре Таких знаковых персон Как Теодор Рузвельт Мари Кюри Или Зигмунд Фрейд Придавали ей Совершенно неповторимое очарование Кажется За всю историю Компьютерных игр Лишь однажды Случилось так Что несостоявшаяся Компьютерная игра Дала рождение На столке А та В свою очередь Породила Несколько удачных Игровых адаптаций Такая необычная история Выпала на долю Crimson Skies Созданной Отцом Мэг Уорриор И Шэдоу Ран Джорданом Вейсманом Она появилась на свет Благодаря увлечению Вейсмана Историей Карибских пиратов И авиации Начала 20 века Хобби Навели его на мысль Сделать игру Про воздушных корсанов Чтобы обосновать Их появление Джордан переписал Историю Америки По его версии Соединенные Штаты Распались на множество Небольших государств Между которыми Вспыхнула вражда Попутно изменился Ход технического прогресса Железные дороги И автотранспорт Пришли в упадок И значительно возросла Роль авиации Причем не только самолетов Но и дирижабли Появились новые виды Вооружения В небесах Над Северной Америкой Расцвели Воздушные грузоперевозки И Воздушная преступность Изначально Свою задумку Вейсман планировал Реализовать в виде Компьютерной игры Под рабочим названием Corsairs Но проект застопорился И тогда Чтобы идея Не пропадала даром Джордан и его команда Выпустили на столку Crimson Skies А уже по ее мотивам Вышли две Замечательные игры Первая из них Озаглавленная просто Crimson Skies Вышла в 2000 году Эксклюзивно для PC Это был аркадный Авиасимулятор С динамичными Воздушными сражениями Сочной картинкой И отличной атмосферой Заимствованной Из бульварных романов Начала прошлого столетия Особую изюминку Привносило то Что летали мы На самолетах Вдохновленных Экспериментальными Образцами 30-х годов Но при этом Вооружены они были Фантастическим оружием Вроде электропушек Тесла Спустя три года Вышло продолжение High Road to Revenge Правда Уже только для приставки Xbox Сюжет стал более Серьезным напряженным А одиночная компания Простилась с былой линейностью Теперь В свободное От сюжетных миссий Время Мы могли более-менее Свободно исследовать мир А заодно Скажем Поучаствовать в гонках Или устроить налет На торговый караван Поскольку вторая часть Сумела сохранить Практически все Достоинства Оригинальной игры Она по праву Вошла в число Лучших авиабоевиков Своего времени А позднее Была даже переиздана Microsoft Для Xbox 360 Весной прошлого года Появилась надежда И на возрождение серии После того Как фанатам Удалось собрать деньги На разработку Ролевой игры Shadowrun Returns Джордан Бейстман Пообещал в будущем Вернуться и к миру Crimson Skies Изредка бывает так Что особенно самобытные игры Не находят признания Как раз из-за своей оригинальности К числу таких ярких неудачников Принадлежит Project Nomads Совершенно невероятный Гибрид стратегии Боевика РПГ И даже аркадного Авиасимулятора Под стать безумному Смешению жанров Был и мир игры Пережившая Глобальную катастрофу Планета Поверхность превратилась В безжизненный океан А в небесах Неведомым образом Парят острова Ставшие домом Для выживших Стараниями местных Чародеев Конструкторов Построенная на обломках Цивилизация Даже достигла Определенного Прогресса Люди укротили Энергию ветра Наладили промышленность И создали авиацию Но только-только Вставшая на ноги Цивилизация Оказалась во власти Коварных стражей Которые пленили Магов И попытались Навязать свою волю Всем прочим Жителям планеты Айрис Избежать печальной Участи удалось Лишь вольным Странникам небес Бродягам В числе которых И наш протагонист Ему посчастливилось Не только уцелеть Но и познакомиться С живым конструктором А также заполучить Собственный летающий остров Имея в распоряжении Такую махину Стоило замахнуться На освобождение Всего Айриса От Ига стражей А для этого Чем только не приходилось Заниматься И обустраивать Свой необычный авианосец И осваивать Ремесло канонира И участвовать В воздушных баталиях За штурвалом самолета Да и без самых Обычных перестрелок Борьба за свободу Конечно же Не обходилась На редкость Разнообразный геймплей И совершенно неповторимый Очень притягательный мир Вполне могли послужить Пропуском в пантеон великих Но увлекшись оригинальностью Разработчики Оставили без внимания Массу практических деталей Что в итоге помешало Игре снискать Широкое признание Разработчики стратегии Обычно не балуют Стимпанк вниманием Отдавая предпочтение Классическому фэнтези Научной фантастики Или неальтернативной Земной истории Именно на Земле Разворачивались события Rise of Nations Дебютные игры Студии Big Huge Games И пожалуй Одной из самых глубоких Стратегий Начала 21 века Игра пользовалась Вполне заслуженным успехом Но в сиквеле Rise of Legends Авторы все же решили Перенестись в вымышленный мир Причем мир этот Оказался в числе Самых оригинальных Из всех Какие нам доводилось Видеть в стратегии Планета Айо Приютила Три непохожих Друг на друга Враждующих народа Первый из них Винчи Делал ставку На технический прогресс Армии этой расы Могли похвастаться Паровыми танками Гигантскими роботами И вертолетами Причем все они Были выполнены В стилистике Навеянной эпохой Возрождения И работами Леонардо Второй стороной Действиями Как и прежде Основу могущества Составляли города Однако добавилась Возможность Возводить в них Дополнительные районы Кроме того Появились герои И система доминирования Приносившая бонусы Стране Добившиеся превосходства В той или иной области Например Успехи в военном деле Позволяли Переманивать на свою сторону Солдат противника Обилие подобных нюансов Пленило ценителей Вдумчивых стратегий Буквально влюбившихся В Rise of Legends К концу 90-х годов Рисованные приключения Как жанр Стали терять популярность Многие компании Включая даже таких Мастодонтов Как LucasArts И Sierra Фактически поставили На них крест Но похоже Поторопились В игровую индустрию Пришел известный Автор графических новелл Бенуа Сокаль Он начал сотрудничество С французской студией Микроиц И вскоре его свежий взгляд И годами отточенный Художественный вкус Воплотились в невероятно Атмосферной игре Сайбирия Поначалу Ничто в ней не намекало На принадлежность К стимпанку Главная героиня Американская адвокатесса Кейт Отправляется во французскую Глубинку Чтобы завершить сделку По приобретению Местного завода игрушек Однако Вместо того Чтобы быстро разделаться С формальностями Ей предстоит Невероятное путешествие В поисках владельца Причем транспортом Нашей героине Служит поезд Созданный мастером игрушек Садясь в вагон Кейт оставляет За спиной Все обыденное И делает первый шаг В мир Где оживают механизмы И кажутся возможны Любые чудеса Потрясающий видеоряд Не оставлял сомнений Что творцом этой игры Был настоящий художник Местные пейзажи И архитектура Поражали красотой И были совершенно Не похожи На все Что мы видели прежде К тому же Сайбирия Предлагала поклонникам Не только интересные Логические задачки Но и по-настоящему Проникновенную Эмоциональную историю Пробирающую До глубины души Бенуа Сокаль Признавался Что все похождения Кейт Предполагалось Уместить в одну игру Но дизайнер Недооценил Размах идей И сюжет Пришлось разбить На две части Впрочем Концовка Сайбирия 2 Оказалась Настолько двусмысленной Что авторы Немедленно Растерзали вопросами О возможном продолжении И вот В 2009 году Официально Анонсировали Третью часть Но работы Над игрой Начались Лишь в конце Прошлой осенью Так что Сайбирия 3 По видимости Мы ждем Не раньше 2014 года Компания Arkane Studios Не подавала Особых признаков жизни С 2006 года После релиза Амбициозного Но в целом Не оправдавшего Надежд боевика Dark Messiah Of Might and Magic По видимости Все это время В ее недрах Возревала идея Крупного проекта Но вплотную Заняться им Разработчики Смогли лишь В 2009 году Когда студию Приобрело Издательство Bethesda Первым делом Команда дизайнеров Во главе Со знаменитым Виктором Антоновым Автором City 17 Из Half-Life 2 Принялась За проработку Игрового мира Города Данвул Тот Унаследовал Многие черты Лондона И Эдинбурга Конца 19 века Монументальная Архитектура Соседствует С грязными Трущобами Где царят Нищета И насилие Такой антураж Идеально подходил Для стимпанка А потому В сеттинг Dishonored Органично Вписались Электронные Системы Безопасности Механические Боевые Доспехи И другие Плоды Вымышленной Технической Революции Но Главным Залогом Успеха Стал не столько Сам игровой Мир Сколько Свобода С которой Игрок Мог В нем Существовать Благодаря Разветвленному Дизайну Уровней К любой Цели Ведут Множество Путей Да и Арсенал Изобилующий Не только Классическими Стволами Но и Механическими Ловушками И электронными Гаджетами И даже Магическими Способностями Героя Гарантировал Завидные Просторы Для Экспериментов В итоге Успех Игры Превзошел Даже Довольно Смелые Ожидания Бетезда Издатели Уже Успели Заявить Что Планируют Превратить Дизонорд В полноценную Франшизу В мае 2000 года Стало известно О закрытии Компании Looking Glass Studios Подарившей Нам Такие Шедевры Как System Shock И Thief The Dark Project Незадолго До исчезновения Студия Успела Выпустить Еще Одну Блестящую Игру Вторую Часть Приключений Вора Гаррета При этом Разработчики Пошли Путем Которого Многие Их Коллеги Предпочитают Избегать Прислушались К отзывам Игроков Именно Благодаря Советам Поклонников В Thief 2 Практически Не осталось Миссии Где Можно Было Положиться На Грубую Силу Также А мир Стал Более Технологичным Даже В первой Часть Уже Присутствовали Некоторые Атрибуты Стимпанка Однако По стилю И духу Она Все же Была Ближе К К К Фэнтези Во Второй Системы Безопасности Пополнились Камерами Искусственными Стражами А в Арсенале Гаррета Появились Такие Гаджеты Как Механический Глаз Или Крохотные Роботы Разведчики Да и Противостоял Мастер Вор На сей раз Некой Квазирелигиозной Организации Механиков Которая Вынашивала Планы По капитальному Переустройству Мира Уровни Стали Больше И запутаннее Враги Заметно Поумнели Словом Разработчики Сумели Поднять Планку Качества На еще Более Высокий Уровень Прежде Чем Окончательно Хлопнуть Дверью Лукинг Глаз Стюдиус Создала Один из Лучших Стелс Боевиков И по Совместительству Одну из Наиболее Примечательных Стимпанковых Игр Вскоре После завершения Работы Над оригинальной Fallout У нескольких Ведущих Членов Команды Трудившейся Над игрой Возникли Разногласия С боссами Издательства Interplay В итоге Дизайнер Тим Кейн Арт-директор Леонард Боярский И художник Джейсон Андерсон Основали Собственную Студию Тройка Games Разработчики Остались Верны Себе Но Как и в Случае С Fallout Решили Предложить Поклонникам Жанра Необычный Секинг В мире Арканум Дебютные Игры Тройки С магией Эльфами И орками Уживались Огнестрельное Оружие Поезда Авиация И прочие Плоды Индустриальной Революции В то же время Между Апологетами Науки И поборниками Волшебства Пылала Незатухающая Вражда Что и неудивительно Ведь в мире Арканум Мощная магия Выводила Из строя Технику И наоборот В окружении Большого Количества Механизмов Начинались Боить Чары Кроме Оригинального Мира Арканум Предлагала Многое Из того За что Мы в свое Время Полюбили Fallout Львиная Доля Квестов Допускала Как минимум 2-3 Варианта Прохождения Гибкая Ролевая Система Основанная На навыках Позволяла Развивать Персонажа В самых Различных Направлениях Плюс Интригующий Сюжет С массой Развилок И колоритных Персонажей Однако При всех Своих Достоинствах Игра Была Далеко Не Безупречна Графика Даже По тем Временам Смотрелась Невзрачно Баланс Ролевой Системы Оставлял Желать Лучшего Искусственный Интеллект Не всегда Вел себя Адекватно Подкачала И боевая Механика Которая Позволяла Вести Сражение На выбор В реальном Времени В пошаговом Режиме Или В ускоренной Версии Последнего Предполагалось Что таким Образом Каждый Игрок Сможет Найти Себе Вариант По вкусу На поверку Все три Режима Получились Довольно Сырыми Тройка Была Полна Решимости Провести Работу Над Ошибками Но Увы Приказала Долго Жить Прежде Чем Journey Off To the Center Of Arkhanum Увидела Свет Пусть Игре Не доставало Полировки Она так и не получила Продолжения Но другого Настолько живого Запоминающегося И богатого Деталями Стимпанкового Мира Мы не видели Ни в одной Другой Игре Безусловное Первое Место В нашей Десятке